МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 сентября состоится, наконец, долгожданное открытие нового сезона. Открываетесь спектакль «Моход и жить». Что это за спектакль? По произведениям Василия Шукшина, я так понимаю, по произведениям «Ям» даже ни одному. О чем спектакль, кто играет, кто поставил, все-все-все. Расскажите. Много вопросов. Сейчас начну сначала. Ставит режиссер из Москвы Александр Гришин. Мы раньше с ним знакомы не были, он никогда к нам в Саров не приезжал. Но дело в том, что одна из наших актрис учится в ГИТИСе, и он один из мастеров ее. Он преподает в ГИТИСе актерское мастерство. Но откроем секрет, это Владимир Петрик. Она нам его посоветовала. Да, Владе очень нравится, как он работает со студентами, и она посоветовала нам его пригласить. Мы с ним списались, начали обмениваться идеями. И когда он прислал нам список материала, с которым ему было бы интересно поработать, и я там увидела Шукшина, я так сразу звоночек у меня прозвенел, потому что, во-первых, мы ставили Шукшина очень мало. Последний раз это было в 1975 году. Еще даже до моего рождения. До твоего рождения. Это был спектакль «Энергичные люди», и после этого ни разу не брались за его творчество. А мне при этом все время казалось, что вот эти вот простые, бесхитростные, но с прекрасным юмором и очень человечные истории, они должны нашей публике по вкусу прийтись. И мы сразу ухватились за это. Там еще какие-то идеи были тоже интересные. Ну вот мы настояли на рассказах Шукшина. И Саша согласился и приехал. Очень серьезно он отнесся к этой работе. То есть сначала он приехал по весне, он познакомился со всей труппой, они читали рассказы, он привез огромное количество рассказов. И, в общем-то, практически все рассказы, которые он планировал взять заранее, в результате отсеялись, он взял совсем другие, потому что он именно исходил из наших актеров. Смотрел, как разложатся, какие истории. Занято у нас в этом спектакле какое-то безумное количество людей, больше половины труппы, 23 актера и еще двое детей. Двое детей? Да. Дочки актрисы Юлии Французовой. Вот. То есть очень населенный спектакль. Шесть рассказов легли в основу. Я смотрела, ну, такой сырой прогон, и даже сырое, это очень интересно. Там очень много смешного, очень трогательного. И, ну, все это такое непроходное. Мне кажется, у нас для открытия получается очень хороший спектакль. Я читала аннотацию, что это истории о деревенских жителях, такие вроде, на первый взгляд, простые, всем понятные. В основном это история о столкновении миров. То есть встречаются люди, которые живут рядом, а при этом живут по совершенно разным принципам, с совершенно разными убеждениями. То есть это некие отличные друг от друга мировоззрения и разные миры. Каждому охота жить. И в каждом рассказе будет это столкновение двух миров, и еще вопрос, какой взгляд покажется зрителям верным, и есть ли вообще верный. То есть там нет черного и белого. Это очень жизненные, очень человечные истории, которые, в принципе, могли бы произойти, наверное, с каждым из нас. Какие еще новые постановки в этом сезоне мы увидим? Будет, значит, вот как только мы заканчиваем работу над спектаклем «Охота жить», сразу же к нам приезжает режиссер Антон Морозов. Может быть, зрители помнят, у нас проходила лаборатория. Лаборатория совместно под эгидой Театра нации и территории культуры Росатома. Это февраль, по-моему, был, да? Да, февраль. Мы делали разные эскизы, и один из эскизов ляжет в основу спектакля «Свободный Тибет». Антон Морозов был тогда режиссером. Если многие, наверное, жители, кто были у нас, на зрителе мы показывали, наверное, в чем-то запомнилась эта постановка. Мы решили ее превратить в полноценный спектакль. Будут кое-какие изменения, будут и в содержании будет изменение, и в оформлении уже будет полноценный такой спектакль с приглашенным художником. И мы рассчитываем, что где-то в середине ноября он уже выйдет в премьеру. А почему именно его выбрали? Ведь несколько спектаклей тогда показывали. Ну, вот на наш взгляд нам показалось, что это будет интересно. Это, возможно, перерастет в фестивальный спектакль, данная постановка. И мне кажется, что артистам понравилось работать с этим режиссером. И мне кажется, это будут смотреть зрители. Это такая притчевая, более символичная история. Мне кажется, такого у нас просто нет в репертуаре. Мы же хотим, чтобы у нас репертуар был достаточно гармоничный, и приходили разные люди. И показалось, что какие-то лакуны вот этот материал у нас заполнят. Потом будут обязательно спектакли для детей. Маленькую камерную историю поставит наша актриса Юлия Петрушина. Это, может быть, мамы маленьких детей знают этих героев, Петсон и Финдус. А, котенок и его человек. Да, да, да. Вот, и мы решили историю про этих героев поставить. В драматургии ее нет, поэтому мы сами написали инсценировку. И, в общем-то, я очень вдохновлена этой работой. Она будет маленькая, там будет всего четверо персонажей. Вернее, персонажей будет побольше, а актеров будет четверо. Но мне кажется, это должно быть очень задорно. Юля уже у нас ставила такой небольшой спектакль «Не хочу быть собакой». И очень хорошо его смотрят и дети, и взрослым нравится, потому что такой и добрый, и задорный юмор. И мне кажется, вот эта новая ее работа, она будет чуть не хуже и очень интересной. Это до Нового года все мы увидим. Да, 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 это тоже ноябрь, скорее всего, будет. Скорее всего, еще появится, мы продолжим наш проект «Живая книга». Думаю, появится еще какая-то сказка. Да, кто-то из актеров. Кто-то из артистов почитает. И, конечно же, к Новому году будет полноценный большой спектакль. Новогодний в этом году. Это будет «Щелкунчик». Да, мы такие грандиозные планы. Да, в постановке Антона Неробова. У вас традиционно комедии обычно бывают? Что-то новое планируется? Комедия будет сразу после Нового года. Сразу после Нового года приедет режиссер, ставит комедию. Мы уже сейчас, естественно, театр живет значительно вперед. Сегодня вот только с Ольгой закончили формирование фактически. Следующего уже года, 22-го, уже выбрали 8 спектаклей. Пока раскрывать не будем все карты. Ну, потому что это пока что еще такое. В переговорах очень сложно сегодня планировать и в наши ковидные времена, и вообще, собственно говоря, пока не будем раскрывать все карты. А все спектакли, которые новые, условно, они все новые? Или вы восстанавливаете какие-то старые? Да, ну, так сложилась ситуация, что в этом году мы достаточно плотно восстанавливаем несколько постановок, например, водевиль. Так не бывает, у нас будет несколько вводов. А как вы вообще выбираете постановки? Есть какой-то принцип, например, 50% классики, 50% каких-то современных драматургов? Или вы вольны в своем выборе? Ну, много раз отвечала на этот вопрос, наверное, повторюсь еще раз. Поскольку театр у нас один, а сегодня и кукольный театр как бы внутри нас, поэтому мы стараемся, чтобы в репертуаре нашего театра было все. И классика, и современная драматургия, и зарубежная, и русская, и российская, и экспериментальная, и комедии, и драмы, в общем, чтобы весь спектр был представлен. Всегда ли нам это удается, это второй вопрос. Но стараемся насытить репертуар как можно таким более разнообразным материалом, чтобы зрители на свой вкус могли всегда найти то, что им нравится. А уж тем более, что сейчас, плавно переходя к Пушкинской карте, проекту, который с этого года запускается президентом, мы прекрасно понимаем, что постановки должны соответствовать тем критериям, и это ни для кого не секрет, должны соответствовать критериям, чтобы молодежь, те самые получатели пушкинских карт, возрастной диапазон от 14 до 22 лет, смогли посетить эти спектакли, чтобы эти спектакли были экспертным советом отобраны и разрешены к показу данной аудитории. Вы, я так понимаю, первое учреждение в нашем городе, которое вступило в этот проект. Ну, расскажите подробнее, как вообще все это дело произошло, и, собственно, уже есть ли первые держатели карты или первые билеты? Ну, вообще, все это запускалось очень по всей стране. С 1 сентября этот проект стартовал. Была огромная, просто колоссальная подготовительная работа. Все лето мы находились в общении с Министерством культуры Нижегородской области, потому что, естественно, все хотели стать пилотными, лучшими, первыми, отчитаться, что наши все учреждения вступили. Почему мы? Потому что у нас есть онлайн-продажи. То есть здесь идет такое... Пока мы одни в нашем городе, конечно, к этому проекту могут присоединиться другие учреждения. Это и музеи, и частные какие-то организации, которые тоже реализуют мероприятия в сфере культуры. Да, ведь это не только спектакли, это и филармонии, выставочные залы, все что угодно. И вот так вышло, что театр первый. Здесь специальные совершенно терминалы, совершенно отдельный учет идет. Там куча различных критерий согласования, определенной регистрации на сайтах. Эта огромная работа была проведена, и мы успешно с 1 сентября вместе со всей страной стартовали. И теперь, можно сказать, почти в ежедневном режиме отчитываемся в Министерстве культуры Нижегородской области о том, сколько билетов у нас приобретается по Пушкинской карте. На какие-то определенные спектакли, я так понимаю. Пока все, что мы заявляли, экспертный совет согласовал нам. Другое дело, что мы сами понимаем, что, например, не все спектакли будут интересны зрителям в данном возрастном диапазоне. Естественно, детские совсем малыши не для них. Спектакли театра куклы Кузнечик, соответственно, туда не подходят. Но, тем не менее, вот если брать сентябрьскую и октябрьскую афиши, то все, кроме гастролей, билеты на все остальные наши спектакли, можно купить по Пушкинской карте. А какое-то строго определенное количество билетов продается по Пушкинской карте? Нет. Дело в том, что если вы зайдете на сайт и попробуете... Ну, сейчас пока речь идет только об онлайн-продажах, эти карты виртуальные. Их можно будет в пластике впоследствии получить. И впоследствии мы предполагаем, что можно будет с пластиковой картой расплатиться, придя в кассу. Пока данный момент не запущен в принципе в стране еще. Но пока онлайн вам предлагается оплатить либо простым способом, либо Пушкинской картой, когда вы доходите до момента оплаты билета. Но есть одно но. Купить по Пушкинской карте может только держатель этой карты. И он может купить только один билет. И он именной. Именной билет. И он не может купить себе и маме, или там подруге и другу. То есть вот здесь такая ситуация, что эти карты именные, это федеральные деньги, выделенные специально на этот проект. В этом году все держатели Пушкинских карт получают 3000 рублей. И они должны их реализовать до конца этого года. А два последующих года по 5000 рублей. Естественно, нам, нашему театру, конечно, бы хотелось, чтобы ребята, жители нашего города, студенты, которые у нас на территории, да, чтобы они у нас потратили эти деньги. Потому что это достаточно большое подспорье. Но, в принципе, они могут эти деньги реализовать в любом учреждении культуры, в театре, филармонии, в музее, по всей стране. В учреждениях, участниках данного проекта Пушкинская карта. А как эту карту получить? Насколько я знаю, сегодня все молодые люди в возрасте от 14 лет уже зарегистрированы на сайте госуслуг. Все через сайт госуслуги. Сейчас есть специальные приложения госуслуги культура, или культура госуслуги, как называется. Они его устанавливают на свой смартфон, элементарно проходится регистрация, и они получают своеобразную виртуальную карту. Это происходит в течение каких-то там 50 минут моментально. Им поступают деньги, и они могут уже ей расплачиваться. В принципе, эта карта, она ничем не отличается. Это карта МИР, ну, как бы вот этой системы, да, платежной. И если, например, студент или школьник, молодой человек заболел или что-то, в принципе, он может сдать и получить деньги обратно, если вдруг не получится. Как при покупке обычной банковской картой. Как обычной билет. То же самое. Система та же. Вы сказали, уже есть первые покупатели. А на что берут? На какие спектакли? Больше 60 билетов у нас уже куплено. В основном на премьеру. Давайте вернемся все-таки к репертуару про кузнечик. Мы еще не обсудили, что покажет кукольный театр. У Кузнечика, как и планируется, две премьеры будет в этом году. Одну уже выпустили, это «Гуси-лебеди». Приезжал Туль. Серый шейк. Ой. Серый шейк. Да, «Гуси-лебеди» в том году. Серый шейк. У нас в связи с пандемией так спрессовалось все, что мы выпустили «Гуси-лебеди» и практически сразу, да, к Серый шейке приступили. Да, серый шейк уставил тульский режиссер Андрей Абрамов, а сейчас выпустит следующую премьеру. Режиссером будет Егор Абахов, актер театра, Света Шевцова будет художником, и мы готовим премьеру к Новому году. Это будет «Умка». Про белую мишку. Да, 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 про белую мишку. Мы подумали, что это такой персонаж, который с большим удовольствием и мамы с папами купит билеты на этот спектакль, и детям, даже если они не видели знаменитый мультфильм, им должен полюбиться наш спектакль. По крайней мере, мы видели эскизы, и это очень уютные, должны быть герои, очень милые. Самые новогодние. И потом все-таки будет уже зима. Да, 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 нам хотелось сделать какую-то зимнюю историю. Нам хотелось именно, чтобы зимняя была история, чтобы было со снегом, потому что не так много в репертуаре Кузнечика спектаклей, которые вот как раз ближе к Новому году. Да, в новогоднюю кампанию вы показывали. Чтобы его показывать. Вот поэтому появился, появится вот такой спектакль. Про ковидные ограничения, от которых никуда не денется. Дело в том, что мы очень рассчитывали, что немножечко будут некие послабления, но учитывая эту ситуацию, которую вот сейчас все упорно говорят о четвертой волне, губернатор внес некие изменения в указ. И сегодня, я знаю, некоторые московские театры, например, в том числе пошли по пути полной загруженности зала, но с предъявлением этих QR-кодов, ПЦР-ов и прочего. Учитывая тот факт, что достаточно дорогостоящие вот эти исследования ПЦР и совершенно невыгодно будет нашим зрителям, приобретая недорогие билеты в наш театр, покупать за полторы тысячи ПЦР-исследования, и оно там действует всего три дня, мы решили сохранить ту систему, которая была. То есть сегодня либо полная заполняемость не больше 500 человек, но все с QR-кодами и ПЦРами, либо работаем по прежней схеме, все в масках, но рассадка два через два. У нас будет сохраняться пока рассадка два через два. То есть это 50% зала, опять-таки дистанцирование, опять не работает театральное кафе, опять пока вот маски, ну то есть мы, конечно, открываем гардероб, мы будем, то есть все будет как бы, ну как было до того, как мы ушли в отпуск. Пока ничего не меняется. И могу сказать, что наше учреждение очень хорошо подошло к проблеме вакцинирования. Мы даже план перевыполнили, поэтому наши сотрудники в большей степени, порядка 70% сегодня, ну те, кому можно и не имеют ограничений, в нашем учреждении сотрудники привиты. В прошлом году, вот мы уже затронули тему, большой успех имела театральная лаборатория. Это такой необычный эксперимент. В этом году будет ли она продолжена не конкретно вот этим спектаклем, которые мы обсудили, а еще дальше. Ну и, в принципе, эксперименты, на которые наши актеры всегда, наверное, готовы. Что-то будет подобного рода? Ну, лаборатория, это не ежегодное мероприятие. Это нам как-то очень повезло, что мы попростали участниками. Да, мы принимали участие в проекте территории культуры Росатом. Если они продолжат этот проект, а мы написали свое мнение и в отзывах, и сказали, что мы готовы еще принимать, если это станет традицией, ради бога, то мы готовы принимать участие. Мы с удовольствием и будем принимать участие. И, возможно, потом эти работы перерастут опять-таки в спектакли. Это очень важно на самом деле. Вот. А если говорить про проект, который наша молодежь реализует в театральном подвале, то я думаю, что, ну, в течение театрального сезона, как только появятся возможности, и молодежь созреет, и будет что показать, и будет как поработать, возможно, ко дню театра. У нас все-таки еще до сих пор не решен вопрос днем театра, который мы тогда из-за калитных ограничений так все вот... Мы его частично вынесли. Частично, да, частично, нет. Поэтому все сейчас настолько непредсказуемо. Мы хотим и подвал, и День театра, и возобновить все, и экскурсии, и любые другие форматы, но... Как только нам будет позволено, мы сразу рванем. Да, мы, конечно, сделаем все, потому что нам очень хочется, и артистам хочется, и сегодня все на таком творческом подъеме, все хотят работать. Я надеюсь, 73-й сезон, да, у нас 73-й будет сезон, уже пройдет успешно. Ну вот Евгений Цапаев, мы так тоже чуть-чуть приоткроем, да, он хочет поставить именно репертуарный спектакль по такому материалу, который мы обычно берем для работы именно в театральном подвале. То есть мы хотим, чтобы у нас был постоянный спектакль, который мы могли бы показывать на зрителя. Это пьеса Кевин Климовский «Мой папа Питер Пен». И это, скорее всего, будет этот сезон, просто, видимо, после Нового года. Да. У меня вопрос такой возник. А есть какой-то спектакль, постановка, может быть, что-то еще фееричное шоу, которое вы бы хотели видеть на сцене нашего театра, но пока по техническим возможностям не удается? Ух ты! Ух ты! Мы беремся за такие вещи, на самом деле, потому что мы одно время немножечко помечтали об Алисе, и потом ее воплотили. Про щелкунчик поговорили? Поговорили о том, что это будет, наверное, дорогостоящая работа и сложная в плане постановки, потому что и танцы должны быть, и музыка, и костюмы должны быть красивые. А потом... Ну, почему бы не поставить? Да. В принципе, ведь, вот смотрите, «Водевиль» или «Мюзикл» – это всегда масштабные постановки. Они зрелищные и дорогостоящие. Будет ли... Ну, скорее всего, будет все-таки продолжаться проект «Культура малой Родины». Если технически мы потянем и финансово, то, скорее всего, вот такие дорогие, большие спектакли будут, естественно, появляться. Я надеюсь все-таки, что этот проект продлится, потому что это огромное подспорье. И мы можем осуществлять какие-то такие вещи, которые... Приглашать таких режиссеров, таких художников, которые уже имеют и маски золотые. И тогда это, скорее всего, будет что-то такое большое, грандиозное. На это, конечно, надо и сил больше, и времени, и прежде всего материальных затрат в том числе. В прошлом году вы участвовали в фестивале премьеры сезона и даже с неплохим, скажем так, результатом. В этом году... Хорошим. Да, отлично. Радостно. В этом году будет ли продолжена вот эта фестивальная деятельность? Я думаю, да. Во-первых, семью Конвей мы заявили на разные фестивали, в том числе и на маску. Да, да. И, конечно же, мы ставим спектакли, которые мы можем заявлять на фестивали. Я думаю, премьеры сезона будут. Вот «Свободный Тибет», который мы поставим, мы хотим обязательно заявить и на фестиваль малых городов, и на «Золотую маску» в следующем году мы его пошлем. И премьеры сезона, если будут проводиться, мы в них непременно примем участие. Просто к сожалению... К началу сезона такие не очень радостные новости пришли. Мы заявляли несколько своих спектаклей и должны были уже ехать со сказкой «Пудинг на завтрак» в Удомлю и надеялись, что пригласят нас с шоком на какой-нибудь фестиваль моноспектаклей. Мы сразу на три фестиваля заявились. И, в общем-то, практически все эти фестивали не смогут свою программу отыграть в этом году. Кто-то по причине пандемии, кто-то по причине отсутствия денег. То есть у нас были очень грандиозные фестивальные планы, но сбудется не все. Будем надеяться, что хотя бы что-то мы все-таки примем участие. Друзья, 17, 18 и 19 сентября мы будем очень рады видеть всех вас на открытии 73-го театрального сезона на спектакле «Охота жить» по рассказам Василия Шукшина. Мы надеемся, что 73-й сезон будет удачный. Мы будем рады видеть всех вас в нашем зале. Мы очень ждем, мы очень соскучились. Приходите к нам, пожалуйста. Продолжение следует...